Здравствуйте дорогие друзья! Я рада вас вновь приветствовать на своем канале и сегодня у нас расклад карт магии жизни на предстоящую неделю. Я надеюсь, что предыдущая неделя у вас прошла замечательно и те карты, которые вам выпали, они вам помогли что-то осознать в вашей жизни и что-то понять. И сегодня мы с вами действуем тем же самым образом. Каждый из вас загадывает какую-то цифру от 1 до 3, 1, 2 или 3, а я буду вынимать 3 карты по одной для каждой цифры и вы будете работать с той картой, которая выпадет именно для вашей загаданной цифры. Итак, еще немножечко перетосу хорошенько карты. Вынимаю карту для тех, кто загадал цифру 1 и смотрим, что вам выпадает. Оп! Ой, как я люблю эту карту! Итак, я показываю вам карту, которая вам выпала. Смотрите, какие красивые два лебедя замечательных. И на карте написано, я нахожу гармонию в паре, осознавая наши разные потребности и устремления. Я разрешаю себе быть и любить. Как вы думаете, друзья мои, о чем эта карта? Для чего она вам выпала? Конечно же, эта карта для того, чтобы задуматься об отношениях в паре, для того, чтобы, наверное, подумать и осознать, как можно принимать своего партнера, как можно ему, вашему партнеру разрешать быть самим собой и в то же время быть, тоже позволять себе быть самим собой. Ведь очень важно в отношениях в паре научиться принимать другого человека, вашего партнера, ваш выбор. Принимать с уважением и разрешать ему быть самим или ей, самим собой. Тусую карты и вынимаю следующую карту для цифры 2. Я потом в конце видео сделаю 3 фото и выложу 3 фото этой карты, потому что после первого видео я слышала отзывы, что немножко блики и не очень удобно читать на видео, что написано на карте. Поэтому я сделаю обязательно фотографии этих карт в конце видео, прикреплю. А вы себе можете идти сфотографировать карты, кому какая выпадет, чтобы в течение недели работать с этой картой. Кто впервые смотрит это видео, я сейчас вам зачитаю. Обычно, чтобы понять, для чего выпадает какая-то карта, что мы делаем? Мы задаем вопрос, что мне нужно осознать сегодня, в каком состоянии быть, чтобы жить еще лучше. Итак, я вынимаю вторую карту, вторую карту для тех, кто загадал цифру 2. И для вас выпадает вот такая красивая, смотрите, карта. И на этой карте написано, я имею право и возможность выражать свои чувства, сохраняя при этом любовь окружающих. Тоже очень хорошая карта, призадумайтесь, почему вам сегодня выпала именно эта карта. Может быть, вы как-то не совсем умеете выражать свои чувства, сохраняя при этом любовь окружающих. Может быть, вы как-то свои чувства высказываете резко. Может быть, нужно получиться ваши чувства высказывать более мягко, так, чтобы окружающие вас услышали, любили, принимали. И в то же время вам не нужно эти чувства оставлять внутри себя. Ведь очень важно делиться своими чувствами с окружающими, это очень важно. Вот эта карта для цифры 2. И вот сейчас вынимаю третью карту для тех, кто загадал цифру 3. Так, смотрим, что вам предстоит осознать и над чем поработать эту неделю. А что ж, если не загадал никакую цифру. И вот тоже такая красивая карта, она у нас, по-моему, была на прошлой неделе. Смотрите, что здесь написано. Мой ум в центре бесконечного разума, понимающего мое благо. Я заодно с творческой силой, которая материзует мои желания. Но эту карту, кто не знаком с эзотерикой, сразу, может быть, с первого раза будет тяжело понять. О чем эта карта? Эта карта о том, что нужно научиться доверять не только своему разуму, а доверяться вселенной. Потому что разум вселенной, он огромен, он бесконечен. И если мы научимся открывать свое сознание этому разуму бесконечному, то мы можем настолько расширить наши горизонты и получать в нашей жизни гораздо больше всего интересного, всего лучшего, что вы сами себе желаете. И когда вы заодно с этой творческой силой, это как раз-таки творческая сила и позволяет реализовать свои желания. Если вы еще ни разу не сталкивались вот с этим понятием эзотерическим, я вам рекомендую найти какие-то книги на эту тему и почитать. Из тех, что я вам могу порекомендовать, книги, которые расширяют сознание, мне очень нравятся книги Карлса Кастанеды. Если для кого-то эти книги будут сложные, поищите что-то другое, может быть, что-то вы найдете для себя более понятное и интересное. Но в любом случае нужно найти свою книгу. Когда вы найдете свою книгу, свой источник информации, вам тогда легче будет работать над всем этим осознанием. А я на этом с вами прощаюсь. Я вам желаю наилучшей недели. Всего хорошего. С вами была Виктория. Если вы еще не успели подписаться на мой канал, подписывайтесь. Кто не смотрел предыдущее видео по картам, посмотрите. Там немножко я более детально объясняю, что это за карты, для чего мы с ними работаем. И желаю вам всего-всего самого наилучшего. До следующей встречи в следующий понедельник. Всего хорошего, друзья. И пока.